А.С. Абуевич Бетуганов Родился 28 сентября 1951 года в Кабардино-Балкарской республике. Академик Российской Академии Естественных Наук, Академик Адыгской Международной Академии Наук, Академик Международной Академии Творчества, Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской республики, Республики Адыгея, Республики Абхазия, Корчево-Черкесской республики, Республики Ингушетии, Республики Дагестан, Южной Осетии, Вице-президент Мирового Артийского Комитета и Национального Артийского Комитета России, Член ЮНЕСКО по культуре, образованию и науке, Известный поэт-песенник, автор более 250 песен, автор семи томов книги «Знаменитые люди Кавказа», соавтор первого фундаментального учебного пособия в России «Социальное управление, теория и практика» для студентов вузов, преподавателей, работников органов государственной власти. Кандидат педагогических наук, лауреат Литературно-общественной премии России «Золотой Орел», удостоен почетного звания «Народный дипломант», кавалер Международного Золотого Ордена за честь и достоинство, Ордена Петра Великого за услуги в деле возрождения науки, экономики России, Ордена Дружбы Народов. Кем вы мечтали стать в детстве? Надо сказать, что я всю жизнь мечтал стать режиссером, со школьных лет фактически начинал, участвовал, был лидером во всех движениях, даже занимался туризмом. Мы еще в школьном годе в восьмом классе заняв первое место на республиканском слете туристов. Я попал впервые по бесплатной путевке, выигранной на этом конкурсе в Москву, на Кремлевскую елку. И с тех пор зрелище, которое там происходило, в моем детском сознании еще находится в живом соображении. Дальше я закончил Краснодарский государственный институт культуры, театрально-режиссерский факультет, потом аспирантуру Московского государственного университета, зачитал кандидатскую, потом докторскую диссертацию. Это первая моя книга стала основой библиотеки государственного служащего. Это двухтомник по социальному управлению. Это первая книга в России, которую сегодня изучают высшеучебные заведения страны и находятся как бы в руках всех государственных служащих. Книга вызвала большой интерес, и мне в Академии наук говорят, это такая книга, которая цитируется всеми, кто по этой проблеме соприкасается. Иногда звонят, говорят, вы ничего другого не пишете нового. Я говорю, нет, эта тема уже закрыта. Сейчас столько проектов, просто некогда. Над какими проектами работаете сейчас? Сейчас мы буквально в марте провели Дни Кавказа в Париже, в ЮНЕСКО. Выступали там в самых крупных центрах Парижа. Это российский духовный и культурный центр и российский центр, который недавно построили. И в этих двух крупных проектах, потом в самом ЮНЕСКО, мы проводили пресс-конференцию, рассказывали о том, как сегодня живет Кавказ, какие духовные ценности, как сохраняется язык, культура, обычаи, традиции. Это вызвало большой интерес. Хотя таких проектов у нас очень много было и в Италии. Мы три месяца по всем крупным городам Италии проводили Дни Культуры Кавказа с пресс-конференциями, с крупнейшими журналистами этой страны. Я выступал в Римском парламенте, встречался с депутатами. Меня избрали почетным гражданином провинции Парма, Италия. Так что проекты мы делали и во Франции, в Бельгии, Голландии. То есть почти во всех континентах, даже до войны еще вавилонский фестиваль мы проводили в Ираке, встречался с министром Ирака и другими официальными лицами. В каждую страну, куда мы приезжаем, это часто бывает, мы встречаемся с мэриями городов, проводим встречи, пресс-конференции, с журналистами выступления, концертные программы, круглые столы и так далее. Это огромный пласт работы, которым я занимаюсь, потому что все-таки меня как посол мира назвали, я продолжаю эту миссию выполнять. Это очень ответственно, потому что негативных информаций о Кавказе, живущих здесь, много. Все думают, что Чечня – это война, ассоциация, которую они вызывают. И когда им говорят, что здесь проживают десятки разных национальностей, у которых свои обычаи, традиции, язык, культура, телевидение, радио, газеты, они такими большими глазами смотрят и не понимают. Как бы мы ни говорили, что мы открытый мир, но очень мало нас знают, очень мало о нас вообще представления имеют они. Ну, Россия, они думают, что там все русские, а какие национальности, они даже подробности не вдаваются, им это вообще как бы необходимо знать. Это интересно. Как европейцы сегодня реагируют на Кавказ? Они реагируют на нашу культуру, на духовность очень восхищенно, очень удивленно. Когда мы вывозим большие коллективы, проводим концерты перед этими встречами, восхищаются музыкой, хореографией, костюмами, подходят, трогают, очень много лестных слов говорят. Ну, они то, что видят, то, что воспринимают, то, что открывают, это интересно. А дальше общая масса, они очень мало представлений имеют о культуре нашей. Хотя мы иногда говорим, мы-то больше знаем о истории культуры вообще этих стран, Франции, Италии, тех же других, куда мы приезжаем, они удивляются, откуда вы это знаете. Я говорю, мы знаем это, потому что нам это интересно. Более образованные люди по массе своей, я говорю, живущие в России. Интеллект, образованность, это много чего стоит. Они, в принципе, очень ограниченные люди, очень. Даже пока не встретишься, не поймешь. Они знают конкретно, чем они занимаются. Вот он печет булочку, в этом он хорошо разбирается. А то, что вокруг него происходит, это как бы далеко, и мало его интересует и волнует. В основном свое, я не говорю, что все, но основная масса народа как бы вот так настроена. Вы много путешествуете. Можете составить рейтинг любимых стран. Во-первых, до сих пор я помню Индию. В Индии мы провели большую акцию, начиная с Дели, Бамбе, Агра, Магра, потом Бенгардский залив Индийского океана, встречались с Раджем Капура тогда еще в первые дни, когда мы, в то время я выезжал. Уникальность в том, что цивилизация и первозданность, люди бездомные, полстраны бездомные. Вот идешь по Бамбе или Дели, там все тротуары, улицы забиты бездомными людьми. Женщины, мужчины, это не принципиально. Дикая природа, отношения их к приезжающим людям, как дети, воспринимать все. Для них это уникально, встреча с зарубежными представителями. Меня до сих пор, я помню очень хорошо и люблю Италию, Рим. Римская архитектура, история, культура, это уникально. И, наверное, я не знаю, как другие, я в восторге. Но в Франции, хваленный Париж, умереть я не согласен, потому что Париж очень грязный город. Пока въезжаешь в три круга Парижа, очень много мусора, пакетов. На там центре единственное интересное, это собор Парижской Богоматери, Эфелевая башня, Александровский мост, Лувр, Елисеевские поля, Триумфальная арка. Она как бы... Я десятки раз бывал в Париже, по многу раз, мы встречались, ездили. Ну, я не знаю, Париж меня не впечатляет. Очень интересно, мне понравилась Бельгия, Голландия. Вот эти страны, они как-то очень выделяют от других архитектуры, каким-то своеобразием отношения к миру. Они какие-то толерантные, очень такие образованные, вообще-то интересно. Не устаете от путешествий? Это моя жизнь, моя работа, я живу этим. Если я куда-то не выезжаю, не бываю, мне уже скучно, мне неинтересно. Помимо этого проекта я много пишу. Я сейчас готовлю седьмой том книги «Знаменитые люди Кавказа». Это от Абхазии до Южной Осетии. Это тоже уникальная книга. Мы его отправляли в книжную ярмарку в Берлине, в Риме. Они получили высокую оценку, презентовали его в Государственной Думе Российской Федерации, который получил очень лестный отзыв, назвав как один из лучших по укреплению дружбы народа и единства России. Так что там очень много интересных людей, с которыми я общаюсь, знакомлюсь. Я пишу, также я пишу стихи, на мои стихи написано 250 песен, которые поют, изданные в издательстве «Композитор в Москве» с московским композитором Павелом Бекерманом, Асланом Деуровым, очень много известных композиторов, которые на них написали, несколько сборников вышло. Это на досуге, когда делать нечего, там иногда приходит музыка. Продекламируйте, пожалуйста, что-нибудь из своего. Ну, маму я прочту одно из стихотворений. Мне же нечем слово «мама» нет на свете. Оно как будто радость и волна. Мне кажется, в четыре буквы эти признательность веков заключена. О, мама, те часы уколыбели, что ты без сна ночами провела, возвышали мне всех песен, что мне пели прекрасно, чем великие дела. Да, мы взрослеем, это неизбежно, и воды дали туманную зовут, но юные черты лица родного влюбленной нашей памяти живут. У вас есть хобби? Честно говоря, у меня хобби – коллекционировать талантливых людей вокруг себя. Это очень важно. Очень много друзей в каждой республике, в каждой стране, вообще в России. Их так много, что мне некогда другим вещами, как общаться, встречаться, ездить, заниматься этим делом. Это очень интересно, когда вокруг тебя очень много талантливых людей. Расскажите, пожалуйста, о своей семье. К моим стакам, к сожалению, к стопам никто не пошел. У меня жена тоже экономист, работала в Министерстве финансов республики долгое время. Дочка – кандидат экономических наук, преподаватель нашего государственного университета, экономический факультет. Другая дочка тоже закончила экономический. Она сейчас работает в Академии творчества. А сын – юрист, но занимается бизнесом. В принципе, все как бы далеки от того, чем я занимаюсь. Поэтому, не знаю, гены, наверное, отдыхают на них. Вы поспособствовали выбору именно этих профессий вашими детьми? Нет, я не заставлял. Я, честно говоря, я всегда единственное, что от них требовал, это знать обычаи, традиции, культуру нашего народа, этикет. Они в этом плане преуспели, это меня радует. А остальное пусть занимаются тем, чем они хотят. Это их жизнь, это их дальнейшая судьба, поэтому я не хочу влиять на это. На нелюбимой работе далеко не поедешь, и это лучше знаешь меня. Ваше любимое литературное произведение? Ромео Джулетта. Мне вот этот романтизм и чистое отношение к любви для меня – это всегда эталоном было. Я, честно говоря, и свою жену, и безумно любил. Она единство, которое я бы хотел еще раз вернуться, повторить, жениться только ее. Потому что для меня любовь и чистое отношение – это очень ценно, это неоценимо вообще. В принципе, я каждый день занимаюсь музыкой, театром, изобразительным искусством. Я хочу сказать, что мы очень много международных проектов, чемпионатов, конкурсов, проводим фестивали. У нас уже в Сочи 19 лет мы проводим международную олимпиаду по хореографии «Красота и доброта спасут мир», в которой мы принимаем большое участие из многих стран мира. Они уже приезжают из Китая, из Африки, из ближних зарубежей, дальних и так далее. Также мы там проводим чемпионат музыки ежегодно в Сочи, «Лазурная волна» и международный пленэр молодых художников. Это очень важно, где они встречаются, обмен опытом. И проводим семинары, встречи. Также в Натчике у нас проходит несколько таких крупных международных конкурсов. Это «Таланты Евразии», «Натчик подкова счастья». И туда тоже очень много людей. На этой базе мы формируем отношения или установку этих людей к взаимоотношению друг к другу. Для меня очень важна дружба народов и единство, в чем они занимаются. Я не люблю, когда люди друг к другу плохо относятся или какие-то непонятные движения делать. Я стараюсь. Даже у нас были моменты, когда Ингушска-Осетинская война шла. Мы проводили большое мероприятие. Натчике говорят, что мы с ними не выйдем на одну сцену. Те говорят, что я их собираю. Лбом сталкиваются. О чем вы говорите? Вы чем занимаетесь? Вы носители духовной культуры своих народов. Вы же не в войне с автоматом. Немедленно давайте пожимали руку на одной сцене. Пели. На одной конференции принимали участие. Вот так мы какие-то болячки снимали. Даже во время войны, я помню, мы десантом выезжали в Грозный, нас БТРом сопровождали. Давали там концерты, встречались с жителями. Очень много их за короткое время невозможно рассказать. У нас объем работы неимоверный. Иногда люди спрашивают, как вам удается такой объем охвата, когда вы спите, когда вы отдыхаете. Я говорю, я когда сплю, тоже проекты делаю, потому что голова все время движется, невозможно останавливать. О чем вы мечтаете? Я мечтаю о том, чтобы распри и ненужные разговоры вокруг народов, они отошли в далекую сторону. И девиз нашего мирового артистского комитета «Красота и доброта спасут мир» стал реальностью повседневной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok